Я рад приветствовать вас на серии вебинаров, которые посвящены тому, каким образом мы с вами можем с помощью облачной технологии, с помощью технологии продуктов компании Microsoft, с помощью Office 365, больше времени уделять бизнесу, больше времени уделять продуктивным задачам, меньше тратить времени на рутину и неважное. О чем я сегодня буду рассказывать? И самое актуальное сейчас – это проведение встреч с помощью сети интернет без дополнительных командировок, перемещений, которые занимают достаточно большое количество времени. Постараюсь показывать как можно больше живой информации, без слайдов. На всякий случай у меня есть заготовка, если у нас вдруг какие-то будут технические сложности. Ну да ладно, сложностей я думаю не будет. Мы с вами отправляемся в интернет-эксплорер. Мы же хотим работать с облачными технологиями, а для этого нам нужен браузер. Как попробовать Office 365? Для этого вначале нам нужно найти страницу, на которой зарегистрируют для себя пробную версию. Я набрал в поиске в интернет-эксплорере «Спробовать Office 365». И первая страница, которая в поисковой выдаче я вижу, это приобретение подписок на Microsoft Office 365. Отлично, попал сразу на украинскую версию сайта, сделал поисковый запрос на украинском языке. Вижу все цены в гривнах, могу сделать какие-то выводы. Сейчас я немножко не на той странице, сейчас я на странице для домашних пользователей. А мне интересно все-таки решения и пакеты для бизнеса. Здесь вверх у меня переключатель есть, я пойду сейчас на страницу для бизнеса. Здесь я могу прочитать достаточно большое количество дополнительной информации о самом продукте. Если мне необходимо ознакомиться с теми или иными функциями, здесь есть справочная информация, здесь есть видеофайлы. Про каждую функцию можно дополнительно почитать. Сейчас я не буду на этом останавливаться. Я пойду посмотрю, какие же есть планы для бизнеса, то есть какие наборы продуктов есть и какая стоимость для каждого из этих продуктов. На данный момент для малого и среднего бизнеса Microsoft рекомендует три пакета на выбор. Офис 365 бизнес базовый, 365 бизнес и бизнес премиум. Они немного отличаются друг от друга. Основное их отличие это, во-первых, входит или не входит в них настольный пакет офисных приложений. И следующее отличие, которое между ними есть, это необходимость в использовании электронной почты бизнес класса и функции Skype для бизнеса, для проведения таких сетевых совещаний, в котором сейчас работаем мы с вами, в котором мы встречаемся. Функции для функции для... Секундочку. Окей, проверяю. Все нормально, слышно, да? У нас что-то еще есть из опоздавших. Мы еще кого-то добавим здесь в нашей части. Функции достаточно понятные, для чего каждая из них предназначена. Я покажу на примере, как с этими функциями работать. Что важно еще знать про эти пакеты для бизнеса? Во-первых, у них есть ограничения по количеству пользователей. Для малого и среднего бизнеса 300 участников, я думаю, это не такая же маленькая цифра, должно хватить. И пакет программ, который можно установить для своего использования в офлайне, не в онлайне, он может быть установлен на 5 любых устройств, 5 компьютеров, смартфонов или планшетов для каждого пользователя. Разница в стоимости пакетов, она опять же здесь видна на экране. Я могу, в принципе, отсюда сразу запустить их приобретение. Но мне более интересно ознакомиться с каждым из пакетов. Я буду сегодня рассказывать много разной информации. И хотел добавить, что для тех, кто будет внимательно слушать, мы в конце зададим вопрос. И тот, кто первый на него ответит, сможет получить такую замечательную кружку от компании Microsoft. Я, как обыкновенный пользователь, который захотел узнать, что же такое Office 365, выбираю для себя, например, Business Premium. И перехожу на страницу, на которой могу зарегистрироваться для его бесплатного ознакомления. Какую информацию здесь нужно ввести? По большому счету, здесь нужна контактная информация, которая компания Microsoft хотела бы знать, как ко мне обращаться, как идентифицировать меня. Возможно, передать эту информацию кому-нибудь из партнеров, если я укажу соответствующий пункт. Я ввожу страну, в которой я нахожусь, я ввожу имя, я ввожу адрес электронной почты для связи со мной. Я ввожу свой номер мобильного телефона. На следующем этапе он снова мне понадобится, для того, чтобы меня смогли идентифицировать. Ввожу название своей компании и таким образом заполняю первую страницу. Перехожу ко второй странице. Что здесь такого важного нужно ввести? Нужно ввести имя своего пользователя, с помощью которого я дальше буду входить в свою подписку в Office 365. Меня зовут Денис Шевчук. Я воспользуюсь двумя первыми буквами, своими инициалами. И сюда, вот видите, она у меня уже подставила. Левая часть будет моего логина для входа в пробную подписку. Дальше я выбираю адрес. Адрес, ну, например, я возьму адрес Smart. Переходя на другое поле, я вижу, что система подсказывает мне, извините, этот адрес уже использован. Ну, слово Smart, название компании, в которой я работаю, оно достаточно популярно в мире. Поэтому придется придумать что-нибудь более сложное. Ну, например, я возьму Smart Demo 3. Я знаю, что уже предыдущие Smart Demo 1 и 2 заняты мной же. Проверяю. Отлично. Это имя свободно, я могу использовать его для своей подписки. Пароль. Я ввожу пароль. Как вы видите, я опять попытался перейти на следующее поле. А система мне подсказывает, что пароль должен быть сложным. Те, кто регистрируется во всевозможных онлайновых сервисах, знают, что для того, чтобы ваш пароль хакерам было сложно взломать, у него должен быть определенный уровень сложности. Ну, простая схема, которую я могу использовать для того, чтобы протестировать здесь сейчас эту систему. Поэтому я использую слово, которое напишу с большой буквы, добавлю какой-нибудь знак приопинания и добавлю цифру, ну, например, сегодняшнюю дату 0.9. Этот же пароль надо повторить. Отлично. Отлично. Система говорит, мой пароль достаточно сложный. Я могу перейти к третьему шагу. На третьем шаге мне придется доказывать, что я не робот. Для этого я должен ввести номер своего телефона мобильного, для того, чтобы с сервером мне пришло смс с кодом проверочным. Мне пришло смс. Из него я ввожу код. И нажимаю кнопку «Создать мою учетную запись». Снизу у меня тут бегает шестеренка, которая говорит, что создается для меня учетная запись. Но обычно создание учетной записи занимает не более минуты. Вот прошло 10 секунд, и запись создалась. Во-первых, что нужно зафиксировать для себя в памяти. Вы, конечно, всегда потом можете найти в поиске эту информацию в поисковой системе. Но проще запомнить, что адрес для входа в подписки Office 365 – это портал.office.com. Идентификатор пользователя, с которым я буду заходить в свою пробную подписку. Эта же информация пришла мне на электронную почту, и на всякий случай я смогу к ней обратиться, если вдруг забуду какие-то из этих вещей. Ну ладно, у нас все готово. Пойдем посмотрим, что же там готово. Так, у меня открылась первая страница. Отлично, здесь написано мое имя. У меня персонализированная система. Я уже точно знаю, что попал туда, куда нужно. Что я могу сделать в первую очередь здесь? Я могу установить оффлайновый пакет офиса на свою систему. Причем, наверняка вы знаете, компания Microsoft буквально пару недель назад презентовала новую версию офисного пакета, Office 2016. И те, кто регистрируется в Office 365, те, кто покупают или пробуют его, могут попробовать и новую версию, именно настольной версии Office 2016. Согласитесь, это достаточно выгодно. Что у меня сейчас внизу? Внизу у меня окошко, которое показывает список всех тех программ, или часть окна, список всех программ, которые будут мне доступны в рамках данного пакета Office 365. Видите, картинка только что изменилась, я ничего не делал. На самом деле, просто некоторые из этих приложений уже готовы. Они пока еще устанавливаются и конфигурируются. С определенными я могу уже начинать работать. Кроме того, что у меня есть вот эта главная страница, у меня вот здесь в левом углу есть такое меню, в котором я могу получить доступ к тем же самым приложениям, которые только что были видны в экране браузера. Но мне сейчас интереснее побыть администратором, потому что я хотел бы попробовать все-таки это приложение для бизнеса. Интересно его попробовать в динамике с одним-двумя пользователями, с кем-нибудь из своих коллег. Я перехожу в раздел «Администрирование», тут достаточно много разных функций. Вебинар все-таки на несколько часов надо было бы проводить, чтобы обо всех этих функциях рассказывать. Меня больше интересуют самые простые из них. Как добавить новых пользователей. Нажимаю кнопку «Добавить новых пользователей». Эта же функция у меня есть вот здесь в разделе «Корастовачи». Я могу перейти в раздел «Активный корастовачи» и здесь же, нажав кнопку, попасть в то же самое меню. Я перейду сейчас на стартовую страницу и нажму «До даты новых корастовачей». Я ввожу информацию о втором своем коллеге. Это будет мой сегодня воображаемый друг. Назову я его Иван Федорченко. Короткое имя, как оно у меня будет отображаться в адресной книге. Имя его пользователя я создам по той же схеме, как и свое. Две буквы и его инициалы на английском языке. Дальше у меня есть варианты, как можно создать для него пароль. Пароль можно создать автоматически и отправить ему по электронной почте. И при первом ходе в систему он сможет ее сам сменить. Таким образом, конфиденциальность его данных будет сохранена. Только он будет знать свой пароль и будет чувствовать себя достаточно уверенно и защищенно с использованием системы. Но я для упрощения сейчас введу пароль. Помним, пароль должен быть достаточно сложный. Большие маленькие буквы, знак припинания, цифры. На всякий случай информацию о пароле также я могу отправить себе на ящик электронной почты администратора. Я нажимаю «Создать». И новая запись для второго пользователя в моей подписке в Office 365 уже готова. На что здесь стоит обратить внимание? Здесь для удобства пробной версии лицензия на использование этого продукта мне уже автоматически выдалось для этого пользователя. Если бы по каким-то причинам я, например, в эту подписку бы добавил другие продукты, или бы мне надо было с одних пользователей снять лицензии, для того чтобы они не могли, например, они уже уволились с организации, а другим передать лицензии, я могу перейти в раздел «Признание лицензии» и «Карстывачив». Как видите, это опять же то же самое меню «Активные пользователи». И выделяя пользователя, я могу зайти в меню, нажать «Отредактировать» этого пользователя. Тут много разных функций, я не буду останавливаться на всех из них, я остановлюсь лишь на двух. Лицензии. Здесь я добавляю, снимаю лицензии для пользователей и роли. Здесь я могу сделать кого-нибудь из пользователей своей организации тоже администратором подписки «Офис-365». Хорошо. У меня есть два пользователя. Возможно, компания, в которой я работаю, это компания в самом деле малого бизнеса, и на всего двое. И я могу начать планировать работу. С чего я буду начинать планировать работу? В любой компании, от маленького до большого размера, есть задача планирования каких-нибудь совместных ресурсов, их распределения. Классическая задача в компаниях все-таки более среднего бизнеса – это бронирование, планирование, использование комнат для нарад. Как мы говорим сейчас, конференц-комнат, конференц-рума. Как это можно реализовать в офисе «Офис-365», как можно этот сценарий упростить, как можно немножко сэкономить нервы в себе. Я могу пойти в раздел «Промещение для нарад» и создать здесь новую комнату. Модно сейчас называть комнаты, например, названиями продуктов, которыми торгует компания моя. Я вот назову комнату «Офис-2016», так у меня так будет называться. Дам ей адрес электронной почты, это важно. И дам ей, занесу информацию о том, какое количество людей в ней может быть размещено. Что система мне потом будет подсказывать, поместимся ли мы все, кто хотел бы поучаствовать в совещании в ней. Здесь же я могу дописать какую-нибудь дополнительную информацию о том, что у меня примещение находится в левом крыле, например. Для новичков это будет удобно. Могу указать здесь номер телефона в этой комнате. Нажимаю кнопку «Создать». Иногда в этот момент здесь скрипт может отрабатывать немного долго. Что здесь результатом выполнения этой операции будет? Результатом выполнения этой операции будет созданная комната. Сейчас я попробую закрыть окно и обновить. Проверить, создалась ли моя комната новая. Да, она создалась. Иногда здесь страница задумывается на неопределенное время, поэтому обновление страницы, как это я сделал с помощью Ctrl F5, помогает. Вот, у меня теперь есть комната. Я могу планировать в ней встречи. Что мне для этого нужно? Для этого мне нужно приложение, которое в классическом Outlook является просто частью Outlook. Называется «Календарь». Здесь оно доступно как отдельное приложение. Я могу в него зайти. Перед первым входом мне надо указать язык, на котором я хотел бы, чтобы у меня был интерфейс Outlook. И «Часовой пояс», что немаловажно, опять же, при планировании тех же самых встреч, коммуникация с коллегами из разных регионов. Сохраняю эти настройки. Так, у меня календарь. Я начну с того, что начну планировать сегодняшний рабочий день. Первая часть моего рабочего дня уже прошла. Сори, не туда нажал. Я выбираю сегодняшний день. Как я говорил, хочу создать новую встречу. У нас будет Нарада с моими коллегами. Начну я ее, дам себе передышечку полчаса после вебинара. Могу себе напоминание всплывающее сделать для того, чтобы оно напомнило мне о встрече. Я не забыл о ней. Самое важное для меня в этом сценарии – это то, что я могу сюда добавить помещение. То есть я могу добавить комнату. Я могу ее забронировать. Я выбираю офис 2016 из комнат. И выбираю еще участников. Добавляю своего второго коллегу. По умолчанию сотрудники моей компании, которых я добавляю здесь в подписки, они не видны в разделе «Мои контакты». Они видны в дополнительном разделе, в адресной книге, которая создается автоматически в системе. Которая называется… Тут их разные разделы. Она называется здесь «Каталог». Я выбираю из каталога всех пользователей и выбираю Ивана Федорченко. Я его сейчас добавлю к своей встрече. Нажимаю «Ок». Отлично. Я свою встречу сконфигурировал. Здесь есть «Я-организатор». У меня есть комната «Офис 2016-1» тоже из адресатов моей встречи. И Иван Федорченко тоже, как еще один из моих коллег, который будет участвовать в этой встрече. Я нажимаю «Отправить». Что теперь произойдет через некоторое время? Во-первых, у меня появилось сообщение. Сообщение это пришло от комнаты. По умолчанию, для новых комнат, которые создаются в системе, создана настройка, которая говорит, что на все такие приглашения, которые на попытке забронировать их, комната должна отвечать. Причем она будет отвечать положительно за прошение принято в том случае, если есть возможность, если она свободна. И она будет отвечать отрицательно, если комната в данный момент занята. Для того, чтобы не возник конфликт с кем-нибудь из моих коллег за то, чтобы занять место в день. Хорошо, комната принята. Как это теперь я могу еще посмотреть? Я могу это еще посмотреть со стороны своего коллеги. Для этого воспользуюсь функцией, которую мне дает Internet Explorer. Я открою еще дополнительное окно Internet Explorer в режиме так называемом «In Private». Для того, чтобы зайти в систему под другим пользователем. Помним, у нас конница для входа – это портал Office.com. И теперь уже я зайду в систему как другой пользователь. Иван Федорченко. При первом входе я увижу подобную же страницу. На самом деле здесь в настройках я могу поменять для себя язык, в котором будет у меня отображаться интерфейс. По-моему, чайник тут включился английский. Я выберу украинский. Я могу добавить себе фотографию для того, чтобы симпатичнее выглядеть в адресных книгах у своих коллег. Для меня более важно то, что у меня теперь есть электронная почта, корпоративная. Мы теперь в одной почтовом одном домене, в почтовой одной, можно сказать, группе с моим коллегой Денисом Шевчуком. Я захожу в Outlook. Я вижу от него письмо. А письмо на самом деле является приглашением на встречу. Вижу информацию, когда, где. У меня есть кнопки для выбора. Я могу принять, я могу отменить. Я могу сказать, что возможно приду, возможно не приду. В любом случае дать информацию Денису. Причем сэкономим время. Я могу это сделать в то время, когда, во-первых, неудобно. Не сразу, через 5-10 минут. А во-вторых, он не будет висеть надо мной, не ждать ответа. Будет получить ответ в удобной для нас, в такой электронной форме для коммуникации. Я нажимаю кнопку принять. У меня тут есть разные варианты, но я говорю самый простейший вариант. Ответить прямо сейчас. Что да, я согласен на встречу. В это время в другой части браузера происходит следующее. Я здесь в другой части браузера. В другом браузере захожу, я здесь с Денисом Шевчук. Смотрю, что же происходит с моей встречей. Во-первых, в почту я получил уведомление о том, что приглашение от Ивана Федорченко принято. Если я пойду теперь в календарь. Замечательно. У меня здесь видна моя встреча. Войдя в нее, я могу посмотреть информацию. Я вижу, что приняли эту встречу два человека. Ну и другую дополнительную информацию могу увидеть. Что здесь еще из дополнительных удобных функций, которыми можно начать пользоваться прямо сейчас. Здесь есть... Да, доброе утро. Или я, да? Здесь есть... Да, 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 да. Секунду. Кто-то из моих коллег оказался с включенным микрофоном. Окей. Не страшно. Что здесь из удобных функций теперь у меня появилось? После того, как Иван Федорченко зашел в браузер, зашел в систему, я, видите, вижу по нему такой вот символ, который показывает статус его присутствия в системе. То есть его картинка отображается с зеленой полоской слева. Это означает, что он в онлайне. А значит, нажав на него, я могу перейти к системе мгновенных сообщений Instant Messaging и написать ему сообщение. Привет, Иван. И таким образом провести коммуникацию. Так, все, новые и новые участники к нам прибывают. Отлично. Так. Вот такой сценарий работы, который доступен, как вы видите, наш вебинар начался примерно 15-20 минут назад. За это время я успел зарегистрировать ОФС-365. За это время я добавил новую комнату, добавил своего коллега. Мы оба зашли в систему, мы уже начали работать. 20 минут. Хорошо. Из удобного еще. Во-первых, этот же календарь можно просматривать в другом масштабе. То есть я могу посмотреть его на день, могу посмотреть на рабочую неделю. Таким образом я могу, например, выбрав свободное время в календаре, следующий раздел, назначить новую встречу. Но эту встречу я буду уже проводить немножко в другом варианте. Я хочу ее проводить не в комнате ОФС-2016, а я хочу ее провести в онлайне. Это встреча с моими коллегами из других регионов. Я могу таким образом ее предварительно задать просто для нее тему. Ну а теперь я забронировав время, во-первых, начну добавлять сюда пользователей, пока это всего один человек, пока это только Иван. Но самое важное, я хочу эту встречу провести в онлайне. Для того, чтобы провести эту встречу в онлайне, у меня есть инструментарий Skype for Business. Я нажимаю здесь кнопку «Во встрече прямо до даты на радио Skype», и у меня генерируется уникальная ссылка, с помощью которой, нажимая на которую, все участники смогут присоединиться к моей виртуальной комнате. Как вы сегодня присоединялись к виртуальной комнате для того, чтобы участвовать в этом мероприятии, тот же механизм используется и для онлайновых встреч. Окей, создал встречу, напоминание есть, CMR Жевана Рада система у меня автоматически добавила, нажимаю «Отправить». Что происходит после этого? После этого все участники получают приглашение, принимают эту встречу или не принимают. Мы планируем новое время, но самое важное, что после этого я могу зайти в положенное время. У меня здесь уникальная ссылка, я нажимаю на нее, и у меня должно открыться два варианта приложения. Или у меня откроется Skype for Business, если я его предварительно установил. Skype for Business можно установить с главной страницы. Вот здесь ссылка на него, инсталливает и Skype для бизнеса. Если он вдруг у меня не установлен, то же не беда. В Internet Explorer прямо в браузер может установиться небольшое приложение, и без самой программы Skype для бизнес через браузер я смогу поучаствовать во встречу. Выглядит это на скриншоте примерно вот так вот. Такое предложение установится. Появится окошко в браузере, и я смогу присоединиться к ней. Надо ввести всего лишь свое имя, или зайти с помощью подписки в Office 365. И вот здесь мне предлагают установить приложение для браузера. Но я не буду пользоваться этим механизмом. Я воспользуюсь той ситуацией, что с помощью Skype для бизнеса сейчас провожу эту презентацию я для вас. Есть ли возможность интеграции с IP-телефонией? Возник вопрос. Хорошо, я отвечу на него в конце. Какие у меня здесь возникают варианты? Во-первых, все собрались, все могут пообщаться, все могут поговорить. У каждого есть возможность включить-выключить микрофон, включить-выключить видео. Если бы сейчас включили все свои видеопотоки, то мы бы смотрели друг на друга и общались. Но более важное то, что скрывается за вот этой вот кнопкой «Презент». За кнопкой «Презент» разные функции, которые позволяют презентовать или конкретные программы, или презентовать, например, PowerPoint-презентацию. Я выбрал самый простой вариант. Я выбрал вариант «Презентовать свой десктоп». То есть я показывал весь абсолютно экран своего компьютера, потому что переключаясь между разными приложениями, мне так удобнее. Я могу здесь добавить файлы, которые потом вы сможете скачать из этой же презентации. Что еще интересного есть здесь? Я могу сказать, что хочу в рамках данной презентации ввести некие заметки. Я для этого буду пользоваться OneNote. Прямо здесь я могу эти заметки ввести во время встречи. А после встречи нажать кнопку «Email Page» и отправить всем участникам данного мероприятия. Какие дополнительные здесь еще есть функции? «Manage presentable content» показывает все те материалы, которые я могу использовать во время презентации. На данный момент у меня из презентационных материалов только мой десктоп. Возник вопрос, только ли английский язык интерфейса. Нет, конечно, не только английский язык. Просто я пользуюсь именно этим английским вариантом приложения, поэтому отображается он у меня здесь, как он у меня установлен на моем компьютере. Какие здесь еще дополнительные функции есть? Есть функция записи встречи. Сейчас моя коллега из компании Microsoft, Шаник Балян, ведет запись этого мероприятия. Поэтому видите, у меня здесь горит сейчас красная кнопка. Наш вебинар записывается. Могу дополнительно, я еще, нажав кнопку «More», воспользоваться такими более уже инструментами, которые похожи на то, что происходит в обыкновенной конференц-комнате. Да, можно отправлять файл презентации прямо через этот же инструментарий. Но если вы говорите о сегодняшней презентации, то практически у меня слайдов нет. Все происходит вживую. Я нажму кнопку «Snow more» и покажу, каким образом пользоваться этими функциями. Например, у меня есть функция «Whiteboard». Что это такое? Сейчас она включается. Это белая доска, на которой можно порисовать, можно что-нибудь обсудить с коллегами. То есть, как мы это делаем во время мозговых штурмов. Рисую я с помощью мышки не очень. А в это время кто-то помогает мне, стирает изображение на моей доске. Замечательно. Что я здесь еще могу сделать? Я могу воспользоваться опросом. Иногда интересно узнать мнение других коллег. Вот сейчас я узнаю мнение ваше о происходящем. Ну, например, я хочу узнать, есть ли вы пробочными технологиями. Вопрос мой будет на самом деле таким же практически, как и название моего опроса. Я даю три выбора. «Да» от компании Microsoft. «Да» от других компаний. нет, но планирую. Не вижу смысла в других вариантах, потому что, если бы вы не были интересны обученные технологии, вы бы не пришли на этот вебинар. Нажимаю «Создать». И вот теперь прошу вас, я вот сейчас показываю именно этот опрос, прошу вас ответить на него. Пока вы отвечаете на него, у меня здесь есть несколько вариантов. Во-первых, я в любой момент могу закрыть опрос. Во-вторых, я могу спрятать от вас результаты этого опроса или показать его. Могу отредактировать на ходу вопросы. Может быть, я нечестно играю. могу очистить голоса и, например, заново инициировать этот опрос. Так, 21 участник, я вижу 10 голосов. Хорошо. Все достаточно неплохо. Я покажу вам результаты, как это выглядит. если кто-то сейчас может свой голос добавить, куда-нибудь забрать, посмотрев на результаты и определиться, что с этим общественным мнением делать. Окей. Закрываю опрос. После того, как у меня появилось несколько инструментов, которыми я пользовался во время презентации, я могу каждый из них переключаться между ними. Я могу теперь сказать Present Desktop. И вы наверняка увидите сейчас вот мой экран и увидите, что я показываю о том, что по этой кнопке я включил управление презентационными материалами. последний инструмент, который я покажу, это работа с вопросами и ответами. Обычно я во время презентации его не использую. Мне больше нравится тот формат, который вы сейчас видите на экране. Это формат чата. Поэтому на самом деле те комментарии, те вопросы, которые вы задаете здесь мне сейчас в левой части, они более интересны. В принципе, я постарался все рассказать вам о том, каким образом провести встречу в онлайне, о том, каким образом можно поработать совместно, о том, что все эти материалы можно потом собрать и отправить своим коллегам. И сегодняшний вебинар пускай и с небольшим опозданием объявляю завершенным. Есть вопросы? Я вижу. Давайте попробую на них ответить. Есть ли возможность интеграции эпидемии от стороннего провайдера? Да, есть возможность. Для этого необходимо использование линк-сервера на данный момент, во всяком случае, линк-сервера, который устанавливается в вашей компании. Недавно компания Microsoft представила новый пакет Office 365 для крупных компаний, который называется E5. Там планируется функция именно интеграции с телефонными сетями уже без дополнительных наземных СИП-серверов. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? для малого бизнеса? На самом деле мы реализовывали сценарий в своей работе, там, где мы интегрировали IP-телефонию от компании Microsoft с более распространенными решениями для малого бизнеса, с возможными опенсорсовыми или бесплатными вариантами. Но этот сценарий, этот вариант я предлагаю обсуждать дополнительно. Я, кстати, оставлю, если вы не успели зафиксировать адрес своей электронной почты, вы можете задавать эти вопросы и после проведения вебинара здесь по этому адресу. Я не вижу пока вопросов, поэтому задам вопрос я. Вы помните, у нас есть кружка, которую нужно разыграть. Победителем станет и получит эту кружку тот, кто сейчас в чате первый ответит на вопрос, какое ограничение по количеству пользователей в пакетах для малого и среднего бизнеса. 300, 300, 300, 300, 50, 25, правильный ответ 300 и Михаил, который задавал больше всех вопросов и первым ответил на данный вопрос. Поэтому Михаил, я попрошу после этого вебинара написать мне в почту и передам ваши контакты коллегам из Microsoft и они ответят на ваши контакты передачей вам кружки с логотипом Office 365. Замечательная кружка, я сам такой пользуюсь. Хорошо, друзья, спасибо всем за участие, вас сегодня было достаточно много, вы были активными, вы задавали вопросы, готовьте вопросы для следующих вебинаров, мы планируем провести их еще серию, мы планируем на данный момент еще пять вебинаров, будем стараться укладываться в формат 30 минут, сегодня получилось больше, но надеюсь вам было интересно. Еще раз спасибо за внимание и хорошего вам рабочего дня. у мальчика, я